Здравствуйте, я Кирилл Токарев, это моя коллега Ирина Парфентьева. И сегодня мы беседуем с основателем, генеральным директором компании Wildberries, Татьяной Бокальчук. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Очень много тем, но мы бы хотели начать с самого сложного для отечественного бизнеса и предпринимателя самоопределения. Вот Wildberries сегодня, это вообще что? Это как некогда, помните, так говорили, экосистема. Маркетплейс, трансгалактическая корпорация. Да, цифровая платформа, как вы себя определяете? Мне вот третий вариант нравится, трансгалактическая корпорация. Ну вот уж, Солна, как вы, как основатель, вот сейчас опишите, вот что? Wildberries это что? Wildberries это цифровая платформа. Цифровая платформа, она же экосистема. Экосистема и иногда, как нас еще называют, маркетплейс, но я с этим словом до сих пор не согласна. Я помню, что когда первый раз нас начали называть маркетплейсом, я дотошный человек, плюс лингвист, плюс педагог. Я полезла в Википедию, вычитала, что такое маркетплейс и тыкала пальцем, говорила, ну вот же, это не мы. А что не совпало? Да, что не так с маркетплейсом, то все привыкли. Ну, маркетплейс это такая структура, которая является площадкой, и на нее ты выставляешь свои там товары или услуги, или еще что-то, и она берет комиссию за транзакции, да. На тот момент мы не были маркетплейсом в прямом смысле слова, и поэтому я не то, что против самого слова маркетплейс, это очень классное слово, я его сейчас тоже использую, в том числе и по отношению к нам. Сейчас я могу вполне сказать, да, что мы маркетплейс, но в большей степени все-таки цифровая платформа, и развиваемся именно в этом направлении. И в то же время мы являемся экосистемой, но экосистема не в том смысле, что мы закрываем на себя все потребности пользователя, да, то есть мы выстраиваем... Такой задачи нет, или... А, нет, ну, во-первых, да, такой задачи нет, она сама собой генерится, потому что чем больше ты развиваешься, да, тем больше ты можешь создавать разных платформ, в том числе сервисов и услуг, и ты как-то так или иначе на какие-то там потребности отвечаешь. Вот, но мы считаем, что главная задача экосистемы, это в том, что ты создаешь среду, в которой на симбиотической основе живут и развиваются и, как скажем, материнская такая компания, да, и все те, кто на твоей орбите растут, развиваются, причем там тоже бывают миллиардные бизнесы и так далее. То есть это вот, ну как, симбиоз, то есть экосистема это такая история. Очень симбиотическая цифровая платформа. Трансгалантическая платформа. Все-таки тогда, вот 20 лет назад, практически 20 лет компании, вы думали, что получится, вот, да, мы заранее не будем поздравлять, я уверен, в следующем году отдельно это сделаем, вы думали, что получится вот именно так, или, как вы говорите, что-то генерится, и вот оно нарастает, нарастает, нарастает? Ну, скорее всего, второй план такого глобального не было. И даже когда меня периодически там еще там энное время назад, когда мы еще не были настолько большими, но уже большими, да, меня там все спрашивали, вот, ты вообще, вот этот самый такой классический вопрос. Один вопрос, почему Wildberries? Второй вопрос, думала ли ты, что ты создашь такую большую компанию? Я как-то на это достала, и я ответила, да не думала я, у меня была конкретная задача, как у мамочки в декрете, выживать надо прямо сейчас. У меня просто была задача создать себе заработок, вот. И помните еще посмеяться, когда сказала, у меня вообще цель была какая, какая у тебя была цель, сколько там оборот, я говорю, да цель какая у меня была, ну, там, чтобы там тысяча долларов там в месяц было бы и прибыли, и нормально. Вот они там все начали смеяться. На каком году развития вы поняли, что все-таки это чуть больше, чем заработок тысячи долларов, ну, слегка, и что все-таки тоже? На втором или на третьем. Причем это даже не я оценила, а мой муж, у него тогда был свой бизнес тоже очень модный в то время, это прокладывание сетей, вот. И он, кстати, очень многие советы по бизнесу там мне давал, ну, из разряда самые простые что-то, не надо все делать самому, найми там человека. Делегирую ответственность, там, введю учет, ну, какие-то такие простые вещи. Вот. Я его попросила пойти со мною на переговоры, потому что я хотела поменять себе партнера, с которым работала. И, в общем, переговоры не задались, но я помню, что когда мы вернулись с переговоров, он сидел, думал, думал, потом говорит, а из этого может вырасти большой бизнес. Он объясняет это немножко по-другому, он говорит, что когда он оценил, то есть он говорит, что это он прям чуть ли вообще не сразу понял, ну, у мужчин такое бывает. Ты либо видишь, что бизнес пойдет, либо не видишь. Вот он увидел, что он пойдет, потому что там, ну, условно, бизнес существует без года недели, а там уже, и фактически ты еще ни одного заказа не выполнил, а у тебя там уже заказов там нагенерилось там на ту же самую пресловутую тысячу долларов. То есть это оказалось востребовано и нужно. Поэтому, ну, а вот так, чтобы понять, что действительно, это как бы когда он понял, что идея взлетаемая, наверное, да. А вот то, что как бы она реально может вырасти в большой бизнес, и ты можешь не просто пошутить, а поставить себе цель, что ты хочешь стать компанией номер один, ну, это, наверное, 2007-2008 год, вот так вот мы всерьез начали работать над тем, чтобы стать компанией номер один в стране. Очень всегда любят все говорить об историях успеха, как мы этого добились. За 20 лет вот были какие-то ошибки, решения, которые вы понимаете, что вот была бы возможность вернуться, не сделали бы никогда. Можно я вам расскажу про Дизоса? Да, да, да. Очень уважаю этого человека и его теорию развития компании, бизнеса. Тут три года назад я впервые попала на курсы, и примерно на второй день я понимаю, что, господи, если бы я все это знала, там, 20 лет назад, 10, 15, там, 5 лет хотя бы, я бы настолько спокойнее жила, мне настолько было бы проще. И думаю, и еще обида же есть, как бы, ты думаешь, что это все твое выстрадано, а оно, вот оно, в книжках все прописано. А он же уже говорил и более того, писал. Да, ты просто про это не в курсе была. А потом я подумала и поняла, что очень хорошо, что я этого ничего не знала, потому что, во-первых, я сейчас понимаю с опыта прожитых лет в компании, что именно вот этот кейс был тот, который описан, уже не прям, не прямой пишет, там, условно, там, 30-й день, там, 5-го года, вы столкнетесь с проблемой кассового разрыва, вы должны сделать то-то самое, он же не так пишет, он просто в общем рассказывает, да. То есть не факт, что если бы я знала это все, это бы мне сильно помогло, а во-вторых, даже если бы я поняла, что у меня ждут такие ошибки, ну, кассовый разрыв, там, что не надо нервничать, что вот тебе не нужно думать и вот это вот решение выстрадать, может быть, я бы, во-первых, сделала не те решения, выбрала бы, и не факт, что компания выросла до таких размеров, как она есть, потому что, ну, это как с детьми, то есть, как бы, сколько ты не говоришь ребенку учись на моих ошибках, он должен, он вырасти только тогда, когда он сам пройдет эти ошибки, поэтому я бы ни одну ошибку, которая была в нашей истории, не поменял бы, пусть остается все, как есть. А страх конкуренции он был, и кто был конкурентами вот на разных этапах роста компании, вот кого вы поняли сначала как конкурента, и если бы вы знали, что вашими конкурентами, кто, кстати, они сейчас, да, вот кто? Вот сейчас про нас говорят, что у нас такая большая пятерка, мы за этот год, тем не менее, очень сильно сдружились, и на будущий год у нас большие планы, я думаю, что через какое-то время вы про них узнаете, но планы грандиозные, серьезные и интересные. Давайте, кто в пятерке? В пятерке, ну, мы, Озон, Яндекс, Авито и Сбер. Прекрасно, то есть, это ждем какого-то партнерства или что? Вы же как-то в партнерстве не очень. Ну, примерно, а это вот тоже такой миф про партнерство, что мы не очень, я сейчас объясню, почему мы не любим партнерство, с одной стороны, потому что наш принцип долгие годы был, и, в принципе, тоже в какой-то трансформации сейчас остается, ну, классический, если ты хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. И, собственно говоря, поэтому у нас лучшая логистика в стране, поэтому мы сейчас крупнейший застройщик коммерческой недвижимости в стране, потому что все эти партнерства, в которые мы вступали, ну, послушаем, мы еще были маленькие, у нас же не было там грузовиков, там, курьеров и так далее, да, мы вынуждены, не то, что вынуждены, логично, мы партнерились с большими другими компаниями, в том числе, кстати, с Почтой России. Вот нас не удовлетворяло то качество услуг, которые они предоставляют нам и нашим потребителям. И мы садились, разбирались в процессе, и в итоге делали лучше, чем партнер наш. Такая же ситуация со стройкой была. Мы себя никогда не видели там застройщиком номер один коммерческой недвижимости. Про коммерческую я имею в виду, что это не жилье, а вот именно такая складская, да. Вот, ну, так как-то получилось, в общем, что получилось, то получилось. Вот, то есть как бы именно поэтому мы не очень любим вот такие партнерства, которые, как сказать, они простые и классические. Но я хочу сказать, что по количеству партнерских отношений, ну, мы там, может, не номер один в стране, но в лидерах. По количеству контрагентов имеют. Да, потому что огромное количество у нас контрагентов, начиная там от самозанятых и микробизнесов, заканчивая большими глобальными корпорациями. Это вот как бы вот первая история, что мы на самом деле про партнерство. Просто оно цифровое партнерство немножко другое. Как раз, может, про это уже только система. Это партнерство, оно про деньги, про коммерческие, потому что мы знаем, что отрасль, она умеет объединяться. Объединяться, да, и объединяться. Это про идеологию, да, это про идеологию. Или против кого-то. Нет, нет, мы не против кого-то, это про идеологию. Объясню, почему. Вот сейчас, может быть, даже опережая какие-то ваши вопросы, очень много в последнее время спекуляций на тему регулирования маркетплейсов, там, е-коммерческой отрасли и так далее. Мы-то не против, но мы просто понимаем и хотим, чтобы это все тоже понимали, что мы не то, чтобы вот гордимся тем, что мы такие, как есть, мы просто это чувство, мы видим, потому что, в принципе, те компании, которые я назвала, они новаторы, они лидеры, они про вижн, про будущее. И мы понимаем и осознаем, что то, чем мы занимаемся, это не просто какие-то там маркетплейсы или коммерция, но только в электронном виде. Это типа магазин не оффлайн, а онлайн. Нет, это вообще новая экономика. И то, что как бы происходит вот просто в моменте, то есть с ростом компаний наших всех, да, появляются какие-то новые вещи, которых в принципе никогда не существовало. Например, платформенная занятость. Ну, не было такого понятия, да. Или вот та же самая экосистема, в которой есть как бы, ну, ну, то есть это тоже даже платформенный вид ведения бизнеса, потому что любой бизнес подразумевает то, что ты должен принимать риски того, что у тебя не взлетит, и там шансы даже меньше, чем 50. Платформенные экономики, шансы для маленьких бизнесов, почему сейчас такое огромное количество, они выше гораздо. Это тоже новая история. Плюс, ну, то есть огромное количество вещей, которые нужно просто вот рассматривать, делать что-то. Ну, вот сейчас... И регулировать сообща. И регулировать. Тут даже не то, что регулировать, а вообще писать заново вот эту всю тему. Есть классическая история про то, что законодательство никогда не успевает там за тем, что оно... для чего оно законы пишет, да? А в случае с электронной коммерцией, даже не с электронной коммерцией, а вот с вот этой новой экономикой, по-разному называют живая, там клиент-ориентированная платформенная экономика, здесь еще просто даже иногда невозможно написать, потому что это еще нету, но уже носится в воздухе. Все-таки компании очень вот этой пятерки достаточно разные. Разногласий у них хватает, наследие у всех очень разное. Но вообще, то есть видение будущего, оно у вас схоже, правильно я понимаю? Ну, я считаю, что да. А вот давайте в горизонте 10 лет, вот тогда будущее вот этой пятерки и будущей компании Wildberries, оно каково? Потому что 10-летний горизонт, я понимаю, в наши времена это особенно отдаленная такая перспектива, но все-таки... А цифровой платформы через 10 лет куда? Есть замечательный фильм «Интерстеллар». Вот там примерно может быть то, про что я хочу сказать. Вот когда ты живешь там в двухмерном пространстве, в двухмерном, в трехмерном, в четырехмерном, ты даже не понимаешь, что это такое пятимерное пространство, да? Вот, тебе кажется, что ты его понимаешь, а оно совершенно другое. Поэтому вот единственное, что я могу сказать из текущей точки, находясь в том пространстве, в котором мы создаем, но оно еще не осуществилось, не наступило, я могу просто сказать, ну, через 10 лет мы станем еще больше, я надеюсь, как бы мы будем предоставлять еще больше услуг нашим контрагентам, всем пользователям, мы будем присутствовать в большем количестве стран, будем расширять ассортимент. А может быть, то есть поскольку мы сейчас сильно вкладываемся в логистику, значит, у нас там, может быть, будет большее количество логистических центров. Единственное, что еще могу добавить, и чем, например, занимаются другие компании, Озон, например, это финтех. Вот в это мы тоже сейчас будем вкладываться, этого у нас еще пока что нет, но мы в это усиленно вкладываемся, потому что понимаем, что за этим будущее. Но что произойдет на самом деле через 10 лет, это очень сложно предугадать, может быть, там вообще будет что-то такое нереальное. А откуда вы берете вот условно идеи, мысли относительно вот этой многомерности? То есть это просто внутреннее чутье? Я вот думаю, что источник всех моих вот этих вот знаний – это книги. Я читаю с пяти лет, и то, что я за поем читала именно научную фантастику, я думаю, что это вот как-то оттуда, наверное. Вернемся действительно на землю и поговорим, наверное, про географию компании тоже в развитии. Как вы видите, что должно на Россию приходить, что должно приходиться, условно, не знаю, может быть, на рынок Китая хочется как-то там выйти? Хочется. И СНГ, что дальше? Да, вот расскажите. Конечно, у нас сейчас который год подряд идет двукратный рост. Ну, понимаем, что по законам математики чисел график не может быть вот такой, да, то есть, соответственно, в каком-то моменте будет вот какая-то платформа, потом дальше все как бы нам. Хотя Китай показывает ровно такой. Естественно, мы понимаем, что для того, чтобы продолжать расти в том же темпе, как мы растем, нам нужно расширяться и в пространстве, что называется. Плюсом к этому мы понимаем, мы стараемся присутствовать в тех регионах, где мы понимаем, что мы можем принести пользу. Вот мы, допустим, пришли в Узбекистан, мы понимаем, какую боль мы можем решить там. Пришли в Киргизстан, тоже там. То есть вот я, у меня ребята иногда называют главный джарщик нашей компании, ну, нет, но я стараюсь всегда, когда я знакомлюсь с регионом в нашей стране или с другой страной, понять, почувствовать, от чем мы можем быть им полезны. Это, кстати, вот один из моих принципов, про который всегда говорю. Мне говорят, типа, какой у вас принцип или как вам там удается расти. Я говорю, что я просто в какой-то момент для себя поняла, что ты должен отдавать миру больше, чем ты от него получаешь. Ну, стараться найти то, чем ты ему можешь быть полезен. И тогда, как бы, вот, получается химия и срабатывает. Вылететь из страны, куда вот пока не удалось как-то? И вот тот же самый Китай, вот, чтобы что? Китай, это действительно очень большая, интересная страна, которая, вот, не знаешь, как к ней поступиться. Но мы сейчас потихоньку туда заходим. Мы стараемся заходить в те страны, с которыми мы граничим по контуру уже с другими странами своего присутствия. И чаще всего бывает так, что мы уже тем или иным способом туда проникаем. Когда мы сейчас начинали заходить в Азербайджан, у нас первый день было колоссально большое количество заказов. Потому что люди нас знают, они ждали, что мы придем. То же самое с Китаем. Ну, то есть люди знают, производители знают, что кому они отправляют такие огромные количества заказов, такое количество товаров. Они про нас знают. И там даже такая история, что вот, когда они ходят на эти все выставки, он приходит и говорит. Он называет свой оборот на двух площадках страны России. На Вайлдберресе и на Озоне. И там люди уже понимают, что это. А сейчас, почему мы видим, что, может быть, даже уже действительно надо бежать, и что мы и сделали? Потому что там уже появились инфо-цыгане, которые за деньги продают курсы, потому как выйти на площадку Вайлдберреса. В Китае это сейчас будет открыть какого-то офиса предпредставительства. У нас есть там своя компания, и мы сейчас начинаем работать пока с производителями и продавцами из Китая. Которые будут напрямую поставлять к вам на площадку. Да, пока так. В Россию и, соответственно, все страны присутствуют. Да. Ну, у нас уже большой поток из Китая идет через другие страны, например, Киргизия та же самая. Вот, как бы, то есть, и если, как бы, предвосхищая, может быть, ваш вопрос, если вы зададите, нет, это никоим образом не ущемляет интересы бизнеса в России. Потому что, как бы, для нас все равно в приоритете развитие, в первую очередь, российского бизнеса. Вот, для меня лично, это вот задача, мой KPI. Я хочу, вот, как бы, как бы, что ты хочешь, чтобы после тебя осталось, да? Вот. Я хочу, чтобы, ну, компания Valberis осталась в истории, как та компания, которая помогла становлению духа предпринимательства и развития малого бизнеса в России. Мне будет достаточно. Насколько события, собственно, февраля 22-го года изменили вообще контур ваших контрагентов, поставщиков? Ну, примерно, наверное, точно так же, как и у любого другого бизнеса. Я имею в виду, что кто-то ушел из страны, кто-то пришел, кто-то появился новый. То есть, вот здесь ничего такого, как бы, экстраординарного нет. То есть, кто продолжает работать в стране, с теми мы работаем. Кто согласен работать, так скажем, только с другими странами, да, значит, мы работаем с ними в других странах. Любой кризис – это окно возможностей. Вот. Соответственно, у нас появилось большое количество русских брендов и производств. Знаете, мне кажется, что на самом деле мы просто в прошлом году про это, ну, не мы, а и государство, и мы тоже для себя много говорили. Ну, наверное, вот, знаете, когда шок, вот, у тебя сначала шок, потом ты как-то привыкаешь, опять живешь в этом, как-то, комфортно. Не знаю, вообще получится или нет, но мне кажется, что получается. В долгосрочной перспективе все равно нужно растить национальные компании. Это хорошо для страны, потому что вот для нас реально, как мне кажется, окно возможностей, потому что, ну, надо делать доп. стоимость. Я считаю, что с точки зрения национальной безопасности для любой страны нужно, чтобы это было не только продажа, не знаю, там, природных ресурсов, а вот эта вот дополнительная стоимость, которые другие товары и услуги, которые дают основной доход ВВП. Все-таки я бы хотел опять же к событиям 2022 года вернуться. Сами сказали, кого-то потеряли, кого-то нашли. Вы потери в партнерах, я имею в виду, уже отыграли. Ну, и не могу про параллельный импорт тоже не спросить, как он на матросу товарную повлиял. Конечно, мы отыграли. Была такая комическая, ну, не то что комическая, но напряженная история, которую мы все потом будем в какое-то время воспринимать как комическую. Были моменты, когда не только у нас, а, в принципе, по всей стране, вот ты сидишь и смотришь, сколько у тебя там на складах осталось, извиняюсь, памперсов там, корма для животных и так далее. Ну, потому что реально там счет шел там на дни. Была такая ситуация и была. Я лично как потребитель тоже столкнулся, я ношу линзы, я какое-то время просто осталась без линз. Это ужасная вообще ситуация, не дай бог, теперь я закупаю линзы вперед. Да, это что у нас получилось, поддерживаю. Это ужас, какой ужас. И вот, отвечая на ваш вопрос про параллельный импорт, опять-таки про окно возможностей, история с параллельным импортом обсуждалась уже давно. Она есть во многих развитых странах. Но у нас параллельному импорту мешали две истории, боязнь контрафакта и боязнь нарушения авторских прав. Ну, что случилось, что случилось, как бы ввели параллельный импорт, и особо никто от этого не пострадал, наоборот, выиграл. То есть, как бы, реально дебаты про введение параллельного импорта уже шли, там, ну, не знаю, несколько лет. Ну, вот как бы так, причем они еще в ковид тоже были. Ну, вот, что-то стопорило. А теперь, как бы, случилось, мы живем в параллельном импорте. Это все-таки увеличение доли контрафакта в каких-то категориях. Я так не считаю, то есть, как бы, потому что, опять-таки, закон про параллельный импорт разрабатывался не в прошлом году, он разрабатывался раньше. Все эти риски учитывались, и там на входе были поставлены все ограничения. И я помню вот эти все жаркие там споры, в том числе, там, и на сессиях, где-то вот в публичной теме, потому что жестко разграничивают, что параллельный импорт не равно контрафакт. И за контрафакт, как бы, как вот было преследование, он так и осталось. Более того, я хочу сказать, что вот лично мы там разработали и сейчас тестируем программу, которая называется цифровой арбитраж, который призван как раз-таки для того, чтобы помочь многочисленным контрагентам платформ, поскольку их очень много, да, ты же не будешь там по каждому поводу там суд создавать, сделать вот эту вот историю с защитой авторских прав и вот от контрафакта более прозрачной и удобной. Я вообще очень верю в платформу. Я последние полгода всегда говорю, что платформа – это вот, не знаю, чудо какое-то. У платформенной экономики тоже есть побочный эффект, который мы говорим. Конечно, есть, да, но это не зависит. Чисто только от платформ, потому что, если мы, например, с вами проговорим там про мошенничество, оно присутствует и вне платформах, особенно сильно, и фишинг, и банковские вот эти вот бесконечные звонки. У вас же везде банк пишет, не сообщайте, периодически свой код там, вот они же пишут, пишут. Или, например, там тоже сейчас достаточно такая острый вопрос стоит. Когда ты платформы, неважно, маркетплейсы или просто там соцсети или еще что-то используешь в качестве распространения чего-то неправильного. Либо оскорбление, вот это вот все, вот этот троллинг, вот эта вот культура отмены, вот это вот все, это же все неправильное, оно не туда заводит вообще народ. И с этим тоже нужно бороться. Это маркетплейсы виноваты? Нет, это просто то, что у нас жизнь, уже половину мы живем в цифре. Я думаю, что каждому телефон раз в неделю пишет. За прошлую неделю вы провели онлайн столько-то времени. Страшные цифры. Татьяна, знаете, я, прежде чем мы перейдем к ситуации на рынке в целом, о чем хотел спросить, я когда приехал, собственно, на интервью, я не знаю, ты так или нет, я вроде бизнес-центр знаю, примерно представили, где Валдерс сидит, но я хожу, смотрю, какая-то вывеска. Ягодки, я думаю, наверное, оно, но я вернулся к ресепшн, я сказал, а мне вот точно туда, они говорят, вам туда. Это что такое, вы в том году или в этом году, не помню, в том году анонсировали частичный брендинг. В том году мы получили премию за лучший пиар-ход в маркетинге. Он будет, вот все-таки ребрендинг какой-то будет, бренд Вайлдеррис, он вообще каков. Нас называют по-разному, там, наши контрагенты, наши там пользователи. Чаще всего используем название ВБ. И если мы посмотрим на все вот эти наши там стартапы и другие сервисы, которые мы генерим, там везде ВБ, ВБ, ВБ. Про ВБ, например, вот у нас там платформа с ВБ Тревел, там, ВБ Гуру, там, ВБ Тим, ВБ Гоу, ВБ Драйв, там, ВБ Джоб. Ну, короче, все ВБ. Короче, ВБ это вот как бы наша там тема. Мне, кстати, сказали, когда мы только начали нанимать маркетологов, и меня все ругали, что зачем ты придумал такое труднопроизносимое для русского языка название, да, не могла назвать, что ли, там, какой-нибудь, я не знаю, купи одежду или еще там что-то, да. И вот тогда мне тоже сказали, даже сокращенное имя ты никогда не сможешь купить в ВБ Ком. Знаете почему? Что Ворнер Браздерс. Ворнер Браздерс, да. Ягодки, это нас так тоже периодически называют, ягодки, партнеры, это такое как бы, ну, хорошее название, мы же его зарегили сразу же, как только мы вот эту историю сделали, и увидели, что она пошла, мы прям в тот же день подали заявку, и причем опередили на полчаса другого какого-то там прям периодичного человека, который тоже в этот день подал заявку. Ну, мы как бы за собой ягодки оставили, и мы его планируем все равно в том или ином каком-то формате использовать, пока еще не определили в каком. Ну, то есть все-таки мы ждем ребрендинг, или пока нет решения? Пока не могу ничего сказать, в общем, мы пока что еще... Ну, слушайте, у нас сейчас конец сезона, ну, вернее, даже разгар сезона, да, нам вот точно не до этого, это факультативная история, но нам нравится слово ягодки, мы его даже шрифт, которым он написан, мы его заказывали у какого-то там гуру по шрифтам, вот, то есть он специальным шрифтом написан, нам нравится это слово. Ну, вот сказать, что у нас вы придете на ПВЗ, там будут везде написаны ягодки, ну, нет, ну, пока что вот... Ну, мы ждем в любом случае, ягодки.рф, наверное, уже заказаны. Чего мы еще ждем, очень важно, вот может ли в ВБ, в ягодках Вайлдберс появиться, я не знаю, продажа машин, собственный сотовый оператор, мессенджер с финтехом, мессенджер с финтехом, да, вот, кстати, вот, расскажите, финтех будет все-таки, а вот все-таки... Он есть, у нас огромная команда по финтеху, я не знаю, сколько человек, уже, наверное, 200, ну, реально, у нас сейчас 3000 человек, в начале лета было полторы тысячи, а цель у нас 10 тысяч человек набрать именно тех людей, которые делают Вайлдберрис. Финтех будет, он развивается, мы в него верим, особенно при приставке, которая постоянно всех держит в непонятном тонусе, конечно, хочется, чтобы у тебя была какая-то своя история, которая тебе, ну, помогает развиваться, да. Да, причем, как бы, финтехом занимаемся не только мы, а другие. Ну, Сбер, понятно, но вот у Яндекса там уже какой-то был финтех, Авито тоже сейчас туда идет, и Озон, у них тоже сильно развивается финтех, финтех будет. По поводу продаж квартир и машин, ну, как-то пока нет, ну, как бы, нам есть чем позаниматься. Какая тебе разница, что продавать? Нет, это вообще, даже если ты начинаешь продавать Скоропорт или включать экспресс-доставку, это абсолютно разные сервисы, разные команды, и там вот... Ну, вы туда смотрите вообще? Ну, в продажу экспресс-доставки, в экспресс-доставку Скоропорт, либо в продажу квартир? Нет, вот это Скоропорт. Скоропорт, ну, смотрим, да, смотрим. Не бежим, но смотрим. Нужно стремиться делать то, что ты делаешь, максимально хорошо, иначе можно вот распылиться, и все. Кстати, вот к вопросу, который нам тоже практически задают, типа, ну, продавались ли вы, будете ли продаваться, и так далее. Вот мы когда были совсем... Нет, мы сейчас дойдем до этого. Да, ну, маленькими когда были, вот к нам приходила одна очень уважаемая компания на рынке, и они делали инвестиции вот в разные стартапы. Они прямо искали маленькие такие компании айтишные и предлагали войти. А мы им говорили, а зачем нам? Они говорят, ну, у вас будут деньги на большее развитие. Мы говорим, мы не сможем развиваться быстрее, чем мы развиваемся. И не в силу того, что у нас там денег нет или еще что-то. Кстати, отсутствие денег, это тоже как бы один из мотиваторов, который тебе помогает находить нестандартные решения, с чем мы, собственно говоря, славимся. Татьяна, я бы предложил поговорить про охочих до ягодок, а именно про внимание властей. Внимание властей к маркетплейсам в целом, к Wildberries, оно достаточно высоко растет. Проверки также участились. Есть постоянно какие-то новые регуляторды, что буквально не месяц, то что-нибудь новое. С чем вы это связываете? Давайте разделим. Как у нас звучит котлета от мух по поводу первой части вопроса. Проверки. Где доказательства, что они у нас участились? Вот, ну, это все слухи. Это, условно, это то, что попадает в публичное пространство. Правильно. Это то, что попадает в публичное пространство. Я ответственно заявляю, что это все неправда. Мы на связи и в диалоге со всеми государственными структурами, органами и так далее. Мы первые там в 2019 году, в конце 2019 года зашли на онлайн-мониторинг налоговый. Мы первые, единственные, кто из ритейла стоит на онлайн-мониторинге налоговый. Это снимает колоссальное, огромное количество проблем. Просто вот налоговой проверки у нас нет и как бы это. Нет у нас никаких проверок, ну, таких, за которых там вот стоит говорить, что, а, участились налоговые проверки там, ну, или просто любые проверки. Это же не только налоговые, там, с миграцией. Ну, миграция, да, бывает, приходит как бы, ну, проверяют в рамках как бы там. У нас все наши исполнители, мы не говорим, что это наши сотрудники, потому что это платформенные, занятые. Это тоже новая история, которую придумывают цифровые системы. Она просто еще пока не завалидирована, но она есть и в ближайшее время, я думаю, ее вынесут там. У нас все, все, кто с нами работает, все работают в рамках законов Российской Федерации. Нет вот эти все мифы, что мы там кого-то это, нет у нас этого. Мы даже не используем аутсорсинговые компании. Возникли кадровые дефициты, или вот как раз история с платформой закрывает это? Вот мы считаем, что пока что в наших реалиях, ну, в реалиях там ближайших каких-то лет, потому что мы же не знаем, что там будет с демографической повесткой в стране. Вот мы считаем, что платформенная занятость, она решает для нас этот вопрос. Ну, банально. Вот у нас зарегистрировано, опять-таки скажу, те цифры, которые у меня есть, они там не обновлялись полгода. У нас что-то порядка 800 тысяч человек зарегистрированы на этой платформе. Из них активных юзеров что-то порядка 200, это то есть те, кто периодически выходит на работу. Ну, то есть где-то там... А 600 это резерв после 6 тысяч? Это не резерв, это те люди, которые, может быть, там... Мы же как активных юзеров считаем? Может быть, те, кто раз в месяц выходил, то есть те, на кого мы можем рассчитывать, или там раз в три месяца, да? Или отработал в целом там больше, условно, там, не знаю, там 40 часов там за месяц. Ну, я не знаю, по каким параметрам это считают. Эти все люди периодически выходят. Кто-то может на два часа выйти, кто-то может выйти только по выходным и так далее. А ежедневная наша потребность в количестве людей, да, это там порядка, ну, наверное, 50 тысяч человек. То есть, ну, пока что задел есть, и он как бы развивается. И в целом, почему платформа еще хороша? А, потому что она сама регулирует уровень дохода. Получается так, что, ну, у нас достойный заработок, вот, поэтому люди к нам приходят. То есть, пока что мы вот для себя в таком невидимом. Я бы все-таки хотел, продул вот вторую часть своего вопроса. Про регулирование. Разобрать. Про регулирование. Нужно какое-то отдельное, вот, что-то такое? Или все в правом поле, как вы говорите? Все нормально? А, смотрите, здесь как бы тоже такой вопрос, на который вот прям одним предложением не ответишь. Но я попытаюсь. В общем, про регулирование. Во-первых, наверное, обшибочное представление, что мы вообще, как отрасль, действуем вне каких-то законов, да. Мы действуем внутри законов, там полно всяких разных дополнений и так далее. Мы действуем иногда там, во-первых, есть Роспотреб, там, права потребителей, потом там ФАС, например, тоже какие-то есть законы, в рамках которых нас регулируют, с которыми мы работаем. Потом все-таки мы, хотя мы в прошлом году, или не в прошлом, а в ковидном году, мы дружно все кричали, что перестаньте нас уже считать там, как это, торговыми сетями. Мы не торговые сети, мы интернет-компании. Нам сказали, пока что вы там торговые сети. То есть мы тоже подпадаем под те законы, как бы разные. Закон о торговле. Да, закон о торговле, да. И есть еще надстрановые законодательства, в рамках которых мы тоже работаем. То есть вот это вот все есть. И причем мы не только работаем, мы еще их постоянно совместно с коллегами дорабатываем. Потому что, например, когда у тебя требования по документам к перевозке товаров разнятся между странами, и их это как бы особо не волновало, потому что, когда у тебя не онлайн-торговля, тебе это не нужно. А когда онлайн-торговля, тебе нужно по-другому. Конечно, мы со всем этим работаем. Вот. Поэтому, как бы сказать, что нет никакого закона, нет никаких законов, которые регулируют, так назовем, скажем, цифровые платформы, или даже маркетплейсы, да, про которые... Он планируется. Да, закон про маркетплейсы планируется, мы про него знаем. Мы как бы считаем, что все-таки немножко как бы не совсем такое решение, которое нужно, да, но тем не менее мы в диалоге обсуждаем этот закон. Вот. Вполне вероятно, что там он будет, может быть, как-то по-другому там все. Мы про другое. Вот я вам сказала про то, что вот мы хотим как-то совместно работать с... Вот наша пятерка крупнейших цифровых платформ. Мы считаем, что к вопросу нужно подходить шире, потому что очень многие вещи, которые... То есть не смотреть на нас не могут. Почему? Потому что мы все социально значимые компании. Мы трогаем, так, сори за выражение, огромное количество людей, миллионы людей, десятки миллионов людей, да. Понятно. И у нас быстрорастущая отрасль, у нас большие обороты у отрасли в целом, да. То есть как бы государство и законотворческие там органы не могут не обращать на нас внимания. Но мы считаем, что подходить надо к вопросу более глубоко, прорабатывать его со всех сторон. Потому что, вот еще раз повторюсь, здесь вопрос не в том, что мы там что-то там делаем или не делаем, а в том, что как бы формируется новая экономика. И под нее нужно делать другую совершенно правовую основу. Остаетесь ли вы в концепции того, что вы не хотите продавать на сторону никому бизнес? Конечно, да, конечно. Сколько раз за последние пару лет, например, к вам приходили и предлагали? Вот за последние пару лет нисколько. А если придут, все равно будете придерживаться? Ну, конечно, да. То есть для нас... IPO сейчас вот бум... С IPO к нам периодически приходят... Организаторы? Ну, банки. Да, ну, те, кто занимается IPO, они говорят, давайте, мы вот будем вас на IPO вводить. Но мы считаем, что IPO – это неправильный путь развития. Когда у вас IPO, на что работают ваши компании? На то, чтобы были довольны ваши акционеры. Неважно, большие они или маленькие. И вы трясетесь над тем, чтобы, не дай бог, там что-то... Короче, вы работаете на то, чтобы стоимость акций не падала, а росла. А мы работаем на то, чтобы улучшать жизнь миллионов людей. А у вас громадье планов, какое-то дополнительное финансирование. Откуда финтех? Финтех. Ну, финтех не творит деньги из воздуха все-таки. Откуда? Ну, почему? Как раз таки, как бы... Естественно, мы хотим, чтобы у нас был большой запас, ну, как бы, прочности там и так далее. Пока что мы живем на свои деньги, плюс используем заемные средства, краткосрочные займы от банков. В текущей ситуации, когда непонятно, что происходит со ставкой, мы рассматриваем для себя другие финансовые инструменты. Рисков для бизнеса, извини, а сейчас больше для компаний внутри, условно, там, регуляторика, там, плохая логическая линия? Я вам скажу, какие риски больше всего я вижу. Ну, я же, как бы, про Вижн. Вот, как бы, это. Все вот это, что вы говорите, это, как бы, ну, внешние такие факторы. А разрушаются компании изнутри. И разрушают их часто сами основатели. Ну, те вот эти вот все книжки, там, от хорошего к великому, построены на века, Дизес, опять же, пять уровней, там, лидера и так далее, и маркетинговые войны. Они все же про одно и то же. То есть, как бы, основная задача, это сделать так, чтобы компания, после того, как я, там, условно, решу, что мне надоело, или я, там, хочу книжки детские писать, у меня, кстати, есть такая мысль. Я, кстати, хотела на журналистику поступать изначально, меня мама не пустила. Вот. Уже столько времени впереди, приходите, да? Приходите, приходите. Нет, я сейчас хочу... Вот у вас новый ведущий, да? Нет, 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 я, я, если я пойду в МБИ, получать, я хочу экономику. Все-таки добавить немножко цифр. Конечно, да, надо же. Я еще и шахматы хочу научиться играть. Так вот, как бы, задача компании в том, чтобы она осталась вот именно, на века, ну, как бы, чтобы с уходом основателя те принципы, которые в ней культивируются, они не разрушились. Это вот раз. А если, это вот как бы глобальная цель, да? А более такая приближенная цель, вот я вам уже сказала, что у нас сейчас 3000 человек, то есть он фактически удвоился. И я прям чувствую, я вижу, как огромное количество энергии, вместо того, чтобы направлено на то, чтобы бежать вперед, она тухнет внутри, потому что люди, вместо того, чтобы заниматься работой, начинают выяснять, кто из них там, чем будут заниматься. И я прям это ощущаю. И вот это вот может больше погубить компанию, потому что вместо того, чтобы думать о том, как нам развиваться дальше, люди будут вот этим вот заниматься. Вот это реальная угроза. А все остальное от Бога зависит. Татьяна, а вы понимаете тогда, как вот, собственно, если вдруг устанете, сил вам, конечно, здоровья и успешной работы еще многие годы, но все-таки поняли, что устали, ну и решили, хочется заняться написанием детских книг. Вы понимаете, как устроить правильную передачу? И кому главное? Детям, вот сейчас у нас продолжают ломать копии, да, оставлять ли, клятва дарения ли? Вы со своими детьми это как-то уже обсуждали или нет? Нет, конечно. У нас у детей, то есть мы считаем, что дети должны заниматься тем, чем они хотят заниматься. Вот. Причем у нас, ну, у нас семеро детей, вот трое старших, это девочки, да, там. Одна уже студентка, вторая готовится, третья, ну, пока что еще там, ну, уже тоже как бы надо думать, сопределяться, малышит там, ну, вообще, я не знаю, там, старший сын пошел в первый класс, и у него сейчас основная бодяга, это что? Потому что, ну, неужели это на 11 лет? Ну, то есть, как бы, а мы мелкие, там, вообще, как бы, какое там наследование, там, вот, как бы, вот, если мы говорим про трех старших девочек, я думаю, что у них и без бизнеса получится чем-то заниматься и приносить пользу людям, тем, в чем они сильны. А передавать бизнес, ну, это же вообще тоже такая ошибка, потому что, ну, мы общаемся со многими бизнесменами, даже если вдруг так случается, что, как бы, дети наследуют бизнес, приходят в бизнес, здесь самое главное, чтобы он реально этого хотел. Татьяна, спасибо вам огромное, желаем, чтобы и воли хватало, и силы. Спасибо. Спасибо.